В сегодняшнем видео мы вновь вас будем шокировать. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете самые жесткие слова о Азербайджане и его политике. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Фамилия и отчество? Мартин Меликян. А почему вы уважаете бакетский армян? Что передать, скажите? Передай братьям азербайджанцам пламени привет от тубилистских армян. Я всегда уважал и любил азербайджанцев и буду любить, потому что они наши братья. Пускай политики там заткнутся и сядут на свою задницу, а вот наши отношения, чтобы наладились. Вот так и передай. А как же в твоем Баку замечательном резали армян? Причем как? Есть уважаемый Алиев, который просто кажется опасным и сумасшедшим с его разговорами о Ереване. В интернете было видео, где азербайджанские полицейские подходили к фанатам, которые носили футболку с именем Мехтаряна. Вы представляете, если просто фанаты, которые носят футболку с именем Мехтаряна, они оказываются в зоне внимания азербайджанской полиции, это обо всем говорит. А позволительно ли на территории Российской Федерации азербайджанской авиакомпании дискриминировать российских граждан только потому, что у них есть или показалось, что может быть хотя бы одна капля армянской крови? Я не могу понять армяно-азербайджанского конфликта. Не могу. Я много раз бывал в Баку. Мы бывали на гастролях, я когда еще в Ереване в Русском театре. Баку это, чтобы сейчас это враги, не знаю, что же нас, кто же в нас какой-то бациллу внесли. Часто бегаем вместе на пробежке, видимся часто, хорошие отношения. У нас, значит, есть этот опасный сумасшедший. В Азербайджане вот ему не то, что там бритва, я бы не рекомендовал ему давать даже гвозди размером больше одного сантиметра, а лучше заменять их вообще зубочисткой, уважаемому Эльхату. Он ведь собирается теперь, он высказал точку зрения о том, что необходимо присоединить Ереван и мазуть, вернуть. Но это было, да, президентский маразм, президентская выходка, это всего-навсего президентская выходка. Но немедленно сбежались академики, историки и обосновали, надо сказать, этот маразм президентский. И этот миф уже создался, и он будет жить. И он когда-нибудь, рано или поздно, вызовет и кровопролитие, и разломы, и очередные всплески ненависти. Это к разговору о том, как делаются, вот мы сейчас своими глазами видим, как делаются исторические фейки. Азербайджан и народ его был благополучным государством, чтобы доходы населения росли, чтобы азербайджанцы, они и так не бедные, но еще богаче были. Мы будем преследовать только эти благородные цели. Ну и естественно, чтобы азербайджан себя чувствовал так, потому что так, как Беларусь, спокойно, надежно, надо крепить оборону. Ничего нового, поэтому мы вместе с вами работаем в этом плане и будем продолжать работать. Что такое азербайджан? Я вам на русский язык перевожу. Азер, Хазер Денизи, Каспийское море. Баджа, край, то есть люди, проживающие на берегу Каспийского моря. По-русски, каспийцы. Что, национальность, что ли? Каспийцы, люди, живущие там. Компания азербайджанская на территории Российской Федерации была отказана возможности поехать. Если бы мы говорили о том, что государство Азербайджан запрещает въезд на территорию гражданам России только потому, что у них есть капля армянской крови или армянской фамилии, наверное, это было бы темой большого и серьезного разбирательства. Заметьте, я не говорю об отношениях между Арменией и Азербайджаном, я говорю об отношениях между Российской Федерацией и Азербайджаном. Какие смелые. Если вы такие патриоты. Вот я не пойму, не пойму, на диване лежат, что-то писат, что-то там в интернете что-то. Это что, патриотизм? Возьмите, продайте свои квартиры, свои машины, свои драгоценности. Возьмите своих сыновей, дочерей. Создайте диверсионные группы. Идите, отвоюйте, Карабах. Это псевдо-патриоты или патриоты виртуального мира. Люди, которые на деле, то есть посредством Фейсбука, Инстаграма, социальных сетей, это человек, который говорит, что я с саблей, с автоматом, со шпагой, я буду защищать свою страну, я верну Карабах, я готов на все жертвы. А на деле они для этого ничего не делают. И как бы в виртуальном мире быть героем намного легче, чем в реальном мире. Азербайджан. Азербайджан? Там живут азербайджанцы. Такие мальчики с карими глазами, тем волосами. Такие температурные. Азербайджан. Азербайджан. Азербайджан.